Всем привет, с вами Натали. Сегодняшнее видео это распаковка. Это не обычная распаковка, здесь не какие-то у меня посылки или боксы сайтов, нет, здесь у меня будут две куклы, которые я хочу открыть именно вместе с вами, разделить свою радость. Если понравится это видео, то обязательно ставь пальчик вверх, также не забывай подписываться на мой канал. Хочу сказать большое спасибо Валере, который подарил мне этих кукол на 8 марта, и также отмечу, что я коллекционер кукол, я в них не играю, я их коллекционирую. Итак, это куколки Пулип, те, кто смотрит меня давно, я думаю, знают, что я их просто обожаю. Первая куколка такая мятная, и вообще, кстати, это Алиса, и она даже называется Мятная Алиса. Я не буду углубляться в историю этих кукол, потому что у нас все-таки распаковка, а не обзор. Итак, открываю, и будем доставать, смотреть, какая она внутри. Кстати, коробочка очень-очень симпатичная, вся как будто тортик, аж хочется эту коробочку погрызть, ей-богу, потому что очень красиво оформлена. Сначала здесь лежат бумажки, написано, как устроен механизм, собственно, самой куклы, и также, как устанавливается ее подставка. У каждой куколки Пулип есть вот такая карточка с ее фотографией, и сзади написано, тут на японском или на корейском, я не знаю, в общем, этого я прочитать не могу, то, что здесь написано, потому что для меня это иероглифы. Я освободила куклу от всего, собственно. Ой, она такая маленькая, мне казалось, как будто она вышла, но она прям вообще малыш-малыш. В комплекте к ней идет ободок, собственно, так, он идет на... да, он сужается по форме ее головы, чтобы крепить. Что я могу сказать, то, что это просто потрясающе красивая кукла, она как будто какая-то мятная конфетка, в то же время она фруктовая и, не знаю, просто какой-то леденечек, ей-богу. Эта ровная челка, просто шикарно, такие чулочки. Да, у меня все-таки распаковка, а не обзор, поэтому я не говорю там о кукле очень-очень много, я просто вам ее показываю и сниму вам ее поближе, чтобы вы посмотрели. Ну, и просто для тех, кто не знает, кто куклами не увлекается, хочу сказать, что куклы Пуллип, у них глазки на шарнирах, их можно так в разные стороны крутить, вот, смотрите. Также глаза можно закрывать и открывать, по нажатиям вот таких сзади кнопочек, у нее сзади головы есть кнопочки, раз, глазик закрыли. Напишите в комментарии, понравилась ли вам эта малышка, ну, а я сейчас буду распаковывать следующую. Кстати, также в комплекте к ней идет вот такой кролик, мягенький, это как бы ее мягкая игрушка, вот, посмотрите, как выглядит крольчик, очень миленький. И здесь еще идет ее обувь, да, она отдельно тоже прикручена в коробочке, сейчас я вам ее покажу. Вот такие милые зеленые туфельки, в каком-то таком, знаете, в стиле Лолиты, мне кажется, как вы думаете, как называть такой стиль? Мне кажется, это стиль Лолиты, очень приятные такие красивые туфельки. У нее обалденно красивые волосы, я просто сама мечтаю о таком цвете волос. Все, давайте ее откроем поскорее, совершим анбоксинг этой куколой, поэтому разрезаем коробочку, она такого шоколадного красивого цвета, очень красиво выполнена. Везде, кстати, буква Пи и вот сами портретики как бы куколок Пулип, их силуэты. Очень красивая коробка, здесь написано тоже. Пулип анбоксинг, опа-на, она очень красиво одета, просто безумно. Я вам отдельно покажу ее обувь, потому что это просто нечто, она сделана под дерево, ее обувь. Также она представляет собой как бы шляпника, у нее потому что есть такая шляпочка, очень-очень красивая, безумно качественное платье. Все, я ее достаю из коробки и показываю вам. Собственно, достала я саму куклу, у нее сейчас волосы скреплены специальной слюдой. Давайте освободим ее красивые пряди. Снимаем. Тихо, тихо, тихо. Волосики! Вы видите? Вторую снимаем, я люблю вот этот процесс, боже, я прям, не знаю, кайфую от него. Да! Волосы на свободе! Мамочка, какая она красивая! Это просто нереально красивая кукла, боже мой! Я не знаю, меня аж колбасит, меня аж колбасит. Любители кукол меня поймут. Я не знаю, как можно быть равнодушным вот к таким красивым куколам. Глаз просто радуется, улыбка на лице сама все появляется. И только коллекционеры кукол меня поймут и поддержат, мне кажется. Хотя я уверена, что среди моих зрителей и девчонки, которые сейчас посмотрели на этих куколок и тоже поняли, что они безумно красивые, напишите в комментарии, как вам первая кукла и вторая кукла, какая Алиса вам понравилась больше. Пишите в комментарии, мятная Алиса, либо Алиса Стимпанк. Посмотрим, каких комментариев больше. Давайте выдвигать комментарии в топ, посмотрим, за какую голосов будет намного больше. Мне очень интересно узнать. В наборе у нее идет вот такая вот шляпка, очень тоже красиво сделана, и здесь висит ключик. Только я не знаю, как держать ее на голове, думаю, что нужно какой-то закол... А, все, вопрос отпал, здесь есть заколочка. Собственно, да, вопрос отпал, крепится это все заколочкой внутри самой нашей шляпки. Вот такая красота, господи, вы посмотрите на ее колготочки, просто на ее леггинсы. А-а-а, это просто нечто. Вот такие ботиночки у этой Алисы на платформе, и платформа, как вы видите, с сквозными отверстиями, украшена все сердечками. Это что-то вроде туфелек на платформе, чем-то напоминает японский стиль, да, волосы моего любимого цвета. Просто цвета, которым я мечтаю, точнее, который у меня есть, как я только-только покрашу корни, у меня точно такой цвет волос, но потом все-таки краска начинает смываться. Так, что тут еще шло в наборе? Ну, конечно же, здесь есть также карточка, сейчас я отделаю, и здесь есть то ли это какая-то брошка, то ли что, сейчас посмотрим. Это, в общем, какая-то повязочка, не знаю, может на голову куда-то, посмотрю в интернете, что пишут. Если вам понравился этот ролик, то я очень рада в таком случае. Подписывайтесь на наш влоговый канал, ссылочку найдете в описании этого видео. Также хочу вам сказать, что в своем инстаграм, в сторис я делаю сигны вам. Поэтому, если вы хотите получить от меня сигну, то обязательно подпишитесь на меня в инстаграме, ссылочка в описании этого видео. И под последние добавленные мои фотографии напишите хэштег «хочу сигну от Натали» либо плюсик, что вы участвуете. И очень внимательно смотрите мои сторис, потому что сигна там может быть именно для тебя. Все, сейчас я с вами прощаюсь, увидимся уже очень-очень скоро. Всем пока!